Иман увеличивается и уменьшается, а исключение в имане является общепризнанной сунной. Автор сказал, иман увеличивается и уменьшается. После упоминания определения имана, далее он перешел к его увеличению и уменьшению. Иман увеличивается и ослабевает, как на это указывают тексты аятов и хадисов. В книге Аллаха Пречисто на Велик об этом говорится очень много. Как сказал Всевышний, и мы увеличили их приверженность прямому пути. Также он сказал, он увеличивает их веру. Также пророк, алейиссалату ассалам, сказал, как это передается в хадисе Абу Саид Аль-Худри, кто из вас увидит что-либо порицаемое, то пусть изменит его своей рукой. А если не может, то пусть порицает сердцем, и это является самым слабым проявлением веры. В другой версии хадиса говорится вместо слов «самое слабое проявление веры», а за этим нет веры даже на вес горчичного зерна. Иман продолжает ослабевать, пока не становится подобным зернышку или пылинке, как об этом говорится в некоторых хадисах. В хадисе от Абу Хрейры «Да буди довольным Аллах» говорится, что пророк, алейиссалату ассалам, сказал «из огня выйдет каждый, в чём сердце есть иман размером хотя бы с пылинку». В другой версии говорится «выйдет из огня каждый, в чём сердце есть иман размером с пшеничное зерно». В ещё одной версии «съячменное зерно». Это указание на слабость имана. Но известно, что иман бывает намного больше этого, и он увеличивается и уменьшается. Увеличивается при повиновении и ослабевает при ослушании. Однако он не становится действительным, кроме как с единобожием, и не исчезает полностью, кроме как при совершении куфра и тех вещей, которые выводят из религии. И также иман не становится совершенным, кроме как при осуществлении всех ответвлений веры или большей их части, наряду с единобожием, который является его основой. Как сообщается об этом в хадисе от Абу Хрейры «Да буди довольным Аллах», что посланник Аллах, алейиссалату ассалам, сказал «иман состоит из 60 с чем-то или 70 с чем-то ответвлений». Самая высшая из них – это слова «Ля Илях Илля Аллах», а самая низшая – когда ты убираешь препятствия с дороги. Вера человека будет сильной, если он воплотит в себе все или большинство этих ответвлений, вместе с присутствием у него основы веры. И также необходимо, чтобы он не был из числа тех, кто совершает большие, пагубные грехи и ослушания, так как они ослабляют веру человека. Основываясь на этом, мы скажем, что вера человека усиливается при повиновении и ослабевает при ослушании. Но при этом человек не бывает верующим, кроме как при соблюдении единобожия. И также, что касается куфра, то человек не впадает в него, кроме как при совершении какой-либо причины, выводящей его из религии. И поэтому, если в человеке соберутся все ответвления имана, кроме «Ля Илях Илля Аллах», можем ли мы сказать, что его иман действительный? Нет. Мы скажем, что его вера в таком случае недействительна. Таким образом, слова «Ля Илях Илля Аллах» и их обязательные составляющие, без которых эти слова недействительны, обязательно должны быть в каждом верующем. Что же касается куфра, неверия, то присутствия одного из его ответвления достаточно, чтобы человек стал неверным. В имане же все обстоит иначе. Недостаточно присутствия какого-либо ответвления имана, чтобы человек считался верующим, пока он не воплотит в себе самое первое и самое главное ответвление, то есть «Ля Илях Илля Аллах», и его обязательные составляющие, без которых оно недействительно. Так мы понимаем ошибочность мнения многих простолюдинов, которые считают, что раз человек раздает милостыню, хорошо относится к соседям, проявляет милость к окружающим, лечит больных и так далее, то он является верующим. От всего этого нет никакой пользы. Почему? Потому что даже животные совершают подобные деяния. Все эти качества заложены в естество человека, а также животных, птиц и даже насекомых. Они также проявляют милость по отношению друг к другу. Птицы проявляют милость к своим птенцам и заботятся о них, а может быть даже умирают при потере птенцов. Все проявляют благодеяния к своим сородичам и тому подобные деяния, которые являются естеством, вложенным в творение Всевышнего Аллаха. Влияют ли подобные деяния на веру человека, совершающего их? Мы скажем «да», они увеличивают его веру. Они увеличивают его веру, если она изначально присутствовала в нем. И он был искренен в своем поклонении по отношению к Аллаху. Если же у человека не было изначально веры, то они не делают человека верующим, так как все эти деяния относятся к тем качествам, которые Аллах заложил в людях и животных. И поэтому ты можешь заметить, как те же неверные и атеисты порой хорошо относятся к людям, любят своих детей, проявляют благочестие к матери и соседям, и убирают препятствия с дорог. Но все это не делает их верующими, так как необходимо, чтобы присутствовала основа имана. И это именно тот момент, в котором есть разногласия в данном вопросе между верующими за ахлю сунна и нововведенцами и ертиками. Исключение в вопросе об имане является общепризнанной сунной. Что касается слова автора, исключение в вопросе имана является общепризнанной сунной, то под исключением имеется в виду, когда человека спрашивают о том, является ли он муумином, то есть верующим. И он отвечает «Да, я муумин, инша Аллах». Этим ответом он не подразумевает сомнения в своей вере в Аллаха. Однако он имеет в виду, что может быть его вера несовершенна, и он не уверен в этом. И это делается для того, чтобы избежать самовосхваления. Человеку не следует говорить «Моя вера полна и совершенна», подобно вере такого-то. Ведь иман – понятие растяжимое. У ангелов есть иман, у пророков есть иман. Также он есть у праведников, мучеников, ученых, нечестивцев, грешников и ослушников. У всех у них присутствует вера, и поэтому человеку не следует заниматься самовосхвалением, используя подобные выражения. Таким образом, здесь подразумеваются степени имана. Также данный ответ включает в себя признание того, что у человека присутствует упущение. Таким образом, под исключением не имеется в виду сомнения в том, признает человек то или иное сообщение или нет. И также не в подчинении Аллаху Пречисто на Велик. Однако подразумевается совершенство веры. Именно это имеется в виду под исключением в вопросе об имане. Зачем ученые упоминают этот пункт среди вопросов вероубеждения и указывают на то, что исключение в вопросе имана является общепринятой сунной? Из главных причин этого – это то, что в этих словах содержится опровержение тем, кто говорит, что иман – нечто единое целое, не меняющееся от верующего к верующему. И это две группы – хариджиты и муржииты. Муржииты говорят, что иман – единое целое, однако они ограничили его определение лишь языковым значением. При этом они разнятся между собой. Некоторые из них ближе к истине, а некоторые – дальше. Среди них есть такие, кто говорит, что иман – это лишь знание. При этом они считают такой иман совершенным, а все, что сверх этого – дополнением, которое никак не влияет на веру. Также есть такие, кто добавляет к убеждениям слова, и такие, кто говорит, что иман – это и убеждения, и дела. Однако они не относятся к его составляющим, а лишь дополняют иман. И позже, если позволит Всевышний Аллах, мы более подробно разъясним такие термины, как «столпы», «условия» и «составляющие имана» и так далее. Также из причин, почему саллифы упомянули исключения – это их знание об увеличении и уменьшении имана. И в этом также есть опровержение тем, кто говорит, что иман – это единое целое, как хариджиты и мурджиты. Также из тех причин, почему предшественники упоминали данный пункт – это опровержение тем, кто запрещает говорить «я му'мин, иншааллах». Причиной их запрета является то, что, по их мнению, это выражение означает сомнение в собственной вере, и поэтому они запрещают его, страшась данного смысла. Однако, как мы уже упомянули, ахлю сунны не имеет в виду под исключением сомнения в основе веры, а подразумевает, что иман бывает крепким и совершенным. Когда человек делает исключение в этом вопросе, тем самым он признает свои упущения в религии и не восхваляет себя, заявляя, что его иман полноценный. Если человека спросят «ты му'мин?», то пусть скажет «я му'мин, иншааллах», или скажет «я надеюсь, что я му'мин», или «я уверовал в Аллаха, его ангелов, писания и посланников». А кто возомнил, что иман – это слова без деяний, тот мурджиит. Автор говорит, если человека спросят «ты му'мин?», то пусть ответит «я му'мин, иншааллах», или скажет «я надеюсь, что я му'мин», или скажет «я уверовал в Аллаха, его ангелов, писания и праведников». Связывание имана с желанием Аллаха словами «Инша Аллах» – это отрицание наличия совершенного имана и признание упущения в религии, а также отсутствие самовосхваления, как об этом говорилось ранее. То есть он имеет в виду «Я надеюсь, что я должным образом подчиняюсь Аллаху и следую его приказам». Поэтому слова «Я надеюсь» или слова «Я му'мин, инша Аллах» означают одно из этих смыслов. Разойдитесь немного. Они означают один из этих смыслов, связанных с иманом. То есть либо совершенное повиновение, либо совершенное выполнение приказов, либо совершенное туманина и тому подобные смыслы. Человеку может прийти в голову, что он описан ими, и поэтому он, будучи неуверенным в этом, делает исключение. Но более предпочтительно для мусульманина, отвечая на этот вопрос, сказать «Я уверовал в Аллаха, Его ангелов, Писания и посланников, в воскрешение после смерти и в предопределение с Его добром и злом». Он говорит нечто подобное, но если он ответит одним из двух вышеупомянутых вариантов, то с алифы посчитали это также дозволенным. Далее автор сказал, кто же возомнил, что иман – это лишь слова о бездеянии, тот является мурджиитом. Мы уже говорили о значении слов иман у ахлю сунна. Что касается слов автора «возомнил», основа этого слова в арабском языке – это сомнение в достоверности. Таким образом, автор хотел указать на несостоятельность этих слов и свое несогласие с ними. Далее он сказал, кто возомнил, что иман – это слова о бездеянии. Как будто бы автор хотел указать на то, что существуют люди, которые придерживаются мнения о том, что иман – это знание сердца. И в этом нет разногласий между группами, как заблудшими, так и теми, кто на истине. Все они соглашаются с тем, что знание сердца входит в иман. Однако ахлю сунна говорят, что это один из его смыслов. А приверженцы нововведений, такие как крайние мурджииты, говорят, что иман – это познание, и ограничиваются этим. Что же касается произнесения слов языком, то автор сказал, кто возомнил, что иман – это слова о бездеянии, как это говорит одна из групп, они имеют в виду, что иман – это подтверждение сердцем и произнесение слов языком без деяний. Автор сказал, что это убеждение мурджиитов. Мурджииты получили такое название, потому что они откладывают вопрос веры на решение Аллаха. Другие сказали, что мурджиитами их называют, потому что они возвращают смысл имана к неправильному значению, которое не подразумевал Аллах. Также было сказано учеными, что причина этого названия возвращается к тому, что они перевесили надежду над страхом в их отношении к Аллаху. Все эти толкования, которые приводят ученые, правильные, и они подходят под описание мурджиитов. Возвращаясь к словам автора, кто возомнил, что иман – это слова о бездеянии, тот мурджиит, имеется в виду, что такой также подпадает под описание мурджиитов. Иман, как мы уже говорили, – это слова и дела, или слова, дела и убеждения, или произнесение слов языком, совершение дел органами и убеждение сердца. И каждое из этих определений является правильным. Как мы объясним увеличение и ослабевание веры при наличии этих трех составляющих в имане? Мы скажем, что эти три составляющие – это и есть иман. Слова, дела и убеждения. Увеличение и уменьшение касается их всех. Ведь порой бывает такое, что человек совершает деяния, и рядом с ним другой человек совершает то же самое деяние. Однако у второго оно бывает намного более велико, чем у первого. Хотя внешне эти деяния ничем не отличались. Это по причине того, что он опередил его в своей убежденности, или искренности, или подтверждении. Или же по причине того, что он был больше привязан к Аллаху Святу на Велик, и был более смиренным перед ним. Таким образом, на иман влияют не только внешние деяния, однако необходимо также смотреть и на другие составляющие имана. Так же обстоит дело и с произнесением слов языком. Порой произнесение слов языком и совершение дел органами происходит одновременно, а порой раздельно друг от друга. Например, человек может делать зикр без совершения каких-либо деяний, а может совершать дела и при этом произносить слова поминания Аллаха. Например, в намазе, в котором он читает Коран и поминает Аллаха. Таким образом, в намазе объединяется совершение дел и произнесение слов. Но важно отметить, что убеждение всегда должно сопутствовать словам и делам. Вера человека не будет действительной, пока все эти три составляющие не объединятся в нем. Обязательно должно быть убеждение в сердце, произнесение слов языком и совершение деяний. Поэтому мы говорим, что эти три составляющие – это и есть иман. Некоторые ученые иногда позволяют себе называть их также столпами имана. Используя этот термин, они не подразумевают какой-либо ложный смысл. Так как если не станет одного из этих столпов, вера не будет действительной. Но если человек, называя эти три составляющие столпами имана, имеет в виду, что при отсутствии одного из них иман не становится недействительным, то это будет неправильно. Давайте возьмем в пример столпы ислама. В хадисе от Абдуллах ибн Умара передается, что пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, «Ислам построен на пяти столпах, свидетельствия о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, совершение намаза, выплате заката, посте в Рамадан и совершение хаджа для тех, кто в состоянии это сделать». Это и есть столпы ислама. Если один из этих столпов будет отсутствовать, например, пост или хадж, или закат, станет ли человек неверным по причине этого? Большинство ученых считает, что он не становится неверным. Хотя от некоторых салифов передается другое мнение. Если взять слово «столб» с таким смыслом, можем ли мы сказать, что человек, у которого отсутствует один из трех составляющих имана, а это слова, дела и убеждения, что он не становится неверным, проводя аналогию со столпами ислама? Мы скажем, что если под столпами веры подразумевается такой смысл, то это будет ошибкой. Однако ученые, да помилуй тихо Аллах, которые при упоминании трех составляющих имана использовали термин «столпы веры», и подразумевают, что при отсутствии одного из них иман не будет действительным, делают правильно. И поэтому мы скажем относительно этих трех составляющих имана, что они подобны трем ракаатам намаза Аль-Магреб. Если одного из этих ракаатов не будет, то этот намаз не будет считаться вечерней молитвой. Однако он будет каким-то другим, неузаконенным намазом. Точно так же, если человек скажет, «Я подтверждаю сердцем, произношу слова языком», и при этом говорит, что иман – это подтверждение и не совершает деяния, то мы скажем ему, «Такой иман является иманом лишь с точки зрения языкового значения». Но это не тот иман, с которым пришел посланник Аллах, алейс-салату-вассаля. Поэтому мы говорим, что необходимо наличие всех трех составляющих. Что же касается того, что упоминают некоторые современники, называя эти три составляющие условиями имана, или условиями полноценности имана, или же условиями действительности, то мы скажем, что эти термины являются нововведенными. Некоторые из них, кто употребляет подобные термины, подразумевают правильный смысл, а некоторые – неправильный. Это потому, что когда ученые начали часто использовать различные разделения и классификации в шариате, и глубже изучать различные шариатские термины, они также начали упоминать обязательные пункты, столпы и условия тех или иных шариатских понятий. Таким образом, упоминая эти три составляющие веры, некоторые ученые сказали, что они являются столпами имана. Некоторые назвали их условиями, а некоторые – обязательствами имана. Также есть разногласия между собой у ученых, которые использовали термин «условия имана» в том, являются ли они условием действительности или условием полноты. Что касается мнения тех, кто считает дела условием полноты имана, то это мнение мурджиитов. Что же касается тех, кто говорит, что дела являются условием действительности, то мы спрашиваем их, что вы имеете в виду под этим? Если они имеют в виду, что иман состоит из слов, деяний и убеждения, и что отсутствие одного из составляющих делает иман недействительным, то это мнение является правильным. Отсутствие одного из трех составляющих имеется в виду их полное отсутствие. То есть либо полное отсутствие слов, либо полное отсутствие деяний, либо полное отсутствие убеждения. Если одно из этих трех составляющих будет отсутствовать полностью, то иман будет недействительным. Также иман человека не будет действительным, Если у него будет отсутствовать что-либо уже из самих составляющих, то есть из слов, дел и убеждений, относительно чего пришло доказательство, что его отсутствие является неверием. Например, если человек не подтверждает что-либо, относительно чего есть доказательства, количество которых доходит до уровня мутаватир, то он становится неверующим в Аллаха, Святой и Великой, даже если он будет совершать деяния. Также, если человек отказывается произносить свидетельство Единобожие, в то время как у него есть на это возможность, в этом случае он также не будет считаться верующим. То же самое можно сказать относительно деяний. Например, оставление намаза, по мнению тех ученых, которые считают это неверием. Как об этом сообщается в сборнике от Джабира ибн Абдуллаха, что пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, «Человек от многобожия отделяет оставление молитвы». Также сообщается в Муснаде и Сунане от Бурайды, что пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, «Завет, который отличает нас и их, это молитва, и кто ее оставит, тот стал неверным». Таким образом, согласно мнению тех ученых, которые считают оставление намаза куфрам, это также входит в вышеупомянутый раздел. Кто же из ученых не считает оставление намаза куфрам, то у них этот пункт не входит туда. В разделе куфры дело обстоит так же, как и в вопросе имана. Мы можем сказать, что куфр это также слова, дела и убеждения. Поэтому пункты, выводящие человека из ислама, проявляются в делах, словах и также в убеждениях. Когда у хариджитов и мурджитов появились заблуждения и нововведения в понимании сущности имана, это также проявилось и в вопросе такфира. Те, которые сказали, что иман – это лишь познание, не стали выносить такфир никому, кто произносил слова куфра или совершал деяния куфра. Те, которые сказали, что иман – это убеждение в сердце и произнесение слов языком, не стали выносить такфир тем, кто совершал деяния неверия, так как они не включают деяния в иман. В то же время между ними есть отличия. Некоторые из них соблюдают это правило, когда дело доходит до такфира конкретной личности, которая совершила деяние неверия. И есть те, кто, несмотря на то, что они не вводят дела в иман, выносят такфир за деяние куфра. Также среди них есть такие, кто говорит, если человек совершит деяние куфра, то необходимо посмотреть, что у него в сердце. То есть они имеют в виду, что иман не нарушается, кроме как из-за отсутствия того, посредством чего он стал недействительным. Все это потому, что они изначально допустили ошибку в определении имана и неправильно поняли данный вопрос. Таким образом, они не выносят такфир, кроме как если у человека отсутствуют слова или убеждения. Что же касается деяний, то, по их мнению, они не входят в столпы имана. Поэтому если человек совершит деяние куфра, как, например, сделать земной поклон идолу, или сделать обход вокруг могилы, или сделать жертвоприношение идолу, они говорят, это не является неверием. Необходимо посмотреть, что у него в сердце, убежден ли он в этом или нет. Когда они допустили ошибку в основе определения имана, как следствие, они ошиблись и в понимании куфра. Таким образом, нам стала понятна суть заблуждения мурджиитов в этом вопросе. Поэтому убеждение, что иман – это лишь познание сердцем, является акидой крайних мурджиитов и зиндыков. Ведь нет никого, кто бы не знал в своем сердце, что Аллах – Творец, наделяющий пропитанием, оживляющий, умерщвляющий. Однако некоторые отрицают это из-за высокомерия. Иблис признался в том, что он знает Аллаха в своем сердце. Но это не помогло ему. Он признал, что Аллах является Творцом, как это упомянуто в Коране со слов самого Иблиса. «Ты сотворил меня из огня, а его из глины». В другом аяте сказано «Клянусь своим могуществом». То есть, Иблис поклялся величием Всевышнего Аллаха. Получается, он знает в сердце, что Аллах является величественным и могущественным. То же самое можно сказать о фараоне и его народе. Как сказал Аллах в Коране, они отвергли их несправедливо и надменно. Хотя в душе они были убеждены в их правдивости. То есть, несмотря на то, что внешне они отвергли существование Аллаха, в глубине души они знали истину. Однако это не помогло им. Также относительно многобожников-курайшитов Аллах сказал «Они не считают лжецом тебя, о Мухаммад». Однако беззаконники отвергают знамение Аллаха. То есть, они отвергают то, с чем ты был послан, но в то же время верят в это в сердцах. Аллах, причист он и велик, также сказал «Когда же к ним явилось то, что они узнали, они отказались уверовать в Него». То есть, они узнали об истине и уверовали в это в своих сердцах. Однако проявили неверие на словах и отказались повиноваться. И поэтому Аллах, Свят Он и Велик, сказал относительно Ахлюль-Китаб, «Те, кому мы даровали Писание, знают его, как знают своих сыновей. Они прекрасно знали истину, но при этом не были названы верующими». Поэтому мы говорим, что иман – это знание и подтверждение сердца, а также произнесение слов языком и совершение деяний органами. Это и есть тот иман, с которым пришел посланник Аллаха, и нам было приказано следовать за ним и повиноваться ему. Далее мы более подробно разберем этот вопрос с позволения Всевышнего Аллаха и упомянем некоторые дополнения, а также группы, которые заблудились в этом вопросе. Давайте оставим немного времени для братьев, которые хотят прочитать дополнительный намаз. Да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада.